так после пятнадцати портейки дилер со своим напарником пошли играть 2 на 2 против братьев хф имбовиков как я уже привык их называть вот играют они по 5 на косарь русских естественно вот вот будут 1 хп рубик 2 с.д. вот и третий будет 100 папа ну соломит то есть один тут строит второй тут ну и второй команд также вот ну хф как обычно имба арчи там в одно лицо будут играть вот смотрим во вторых дилер думает с пипеткой по ходу что строит лорд будут они играть тоже в одно лицо тут имеется имба отвод еще дешевый для арчей вообще отлично ну чё сказать ну типа имбовики на коне пока что с врачами могут они разнакомиться но вот с лордом конечно могут они точнее с тем что второй игрок сейчас все вкладывает в виспов и ломбер могут они на третьем там как-то контрить арчей заслаб лопарков если особенно еще второй пустят если будет засыл естественно без засыла вряд ли тут кто-то вообще пропустит второй так это мысль была незаконченная мысль а я переименовать все видосы точнее пометить их типа какая игра и какая ну да ладно еще можно пароли позвать озвучивать так ну ка пароль гоу скайп на запись если он тут конечно о вообще отличный пик но он мидгейм по сути ну там против семнадцатой они спалят этих минеров ну по сути выбора у них нет поэтому именно так они поступают засылают им хф на второй интересно урсу урсу и две урсы и арчу ну и арчам на третий придет там орки но они не пустят наверное потому что два минера сейчас сейчас посмотрим деф а кто вместо него то что написал а кто вместо него дичь но пароль следующую игру возможно я не смогу записывать записывать ну вот типа минимальный пропуск с минерами кидаются орк естественно но я думаю будет он копить второго с 6-1 а нео засылает еще на третий урсу 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 возможно с 4-0 скопится хермит какой-то решили они добавить вайда вот не знаю правильно ли это м маленькая тычка ну то есть они медленно будут убивать этого орка как бы у него была тычка там как у медведя например там 150 урона он бы ему поебал удал и все а так все непонятно так место конь за 200 в принципе под минерами он будет ваншот третий левел так 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 и есть два два орка и урса отлично так 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 орк орк короче орк урса в отводе орк урса в отводе тут же эээ что тут хермит и урса ну тут деф смотрим на арчей орк 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 зашел и один долбит вайда второй долбит арчу будет по любасу арча уже упала все почти нет сейчас второй фокус изи так так тут же минеров сбрили и хермит зарешал катку пропуск 21 штука в принципе хф нормально так разменялись типа ну не очень не очень ощутимо теперь из-за этого пропуска просадка там какая то нет потому что они все вернули вот интересно сделали так пацаны апнули атаку чтобы не знаю зачем вроде и так скорпов с двух ударов убивает кинг с два на два ну да непонятно может урсу тут побыстрее там бить регена апнули а тут чё тут два раза хп ну вот видим что он с двухтычек убивает без апов атаки это в 1-1 он с трех ударов убивает тут блять почти хилл пацаны зашлите на четвертый дилер с пяткой держится вообще неплохо против арчей ммм так четвертый левел ээээ пацаны должны думать дефы через лордов либо апнуты лорд но все равно это по моему херовая а ну вот ставится второй лорд а пипетка петка закажи шесть два что ты делаешь а пипетка типа ставит дерево ну это такое потому что он блять на слоу дерево что хуй накопит и ставит еще отвод реально какая-то наркомания и отвод типа первый себе забрал сказал я буду делать отвод а теперь получается что слоу то дерево все таки по пище будет чем лорды хдс которые вот так что тут 3 рт воид ну не знаю воид в атмосфере на четвертой волне думаю будет пропуск но хотя 3 рт дпс нормальный чисто они сейчас фокусат так неплохо нет не будет пропуск что то я не шарю совсем просто бывает иногда что фокусом так рчей вырезают и дпс не хватает но тут все обошлось нормально так ну 5 понятно 5 рчей эээл у него 7.2 тут тоже 7.2 делает все матрикс вот у них например этот а ну у них также типа красный строит красный отвод но отвода у них по толком нет потому что ему не нужен потому что арчи вот на пятом лорд вот правильно наверное потому что я не видел у них там пирс атаки какой то в сути у них есть дпс только лорды но это слабо дпс на самом деле вот вот что то на его улыбается дпс это и будет довольно простая острота, если не отдадут хил до десятой волны, если хил не отдадут, то острота довольно простая просто апнуть не панка и на семнадцатый до хера заслать пароль проснулся, а тут тем временем происходят интересные вещи давдилер с пипеткой прочитали арчей и засылают на шесть шестая волна големчики имеют форти фармор так, матрикс будешь ли ты что-то строить или ты хочешь что-то копить а у него стимроллер, но стимроллер тоже херов на шестой волне из-за этого же форти фармора шестой волне ровно такие же, ну, показатели то есть атака CH а защита фортифит здесь получают бонус урон от големов ну и смотрим то есть что два орка вот вот ушли? хермиет блин, реально два орка вот вот это пиздец их щас разъебет ну я думаю что так будет орк там подзатерся его никто кроме арчей не бьет так, второй орк бегает, не знает, как он как ему бить а, вот вышел и бьет вообще красава ну, кстати, пропуск будет не очень большой хермиет лечь давайте орки бейте бейте да, маленький пропуск, но типа это хотя бы что-то потому что единорки понимают что арчей вряд ли получится пробить там на седьмой волне ну, редко так получается так, сейчас одену я наушники на, вот мне наверно музыку выключить ну, посмотрим в общем все так вырубил я звук вот вот где у нас Андрей Роткевич еще и про скорбь есть а где пароль а вот пароль к Здорово Здравствуйте, Константин привет здравствуйте дорогие подписчики Илья его мама брат его Тауэр, наверное да, ты забейте смотри сколько много хф засылают да, я если честно не особо следил но я только видел что вот засыл был на шестой это был просто гениальный наверное засыл не, ну это хотя бы что-то против арчей потому что арчей у хф пробить сложно на самом деле да ну потому что они только ими застраиваются обычно да им бы викини вот а у нарков я тоже тут говорил что у них типа дпс это нету и они будут лордами апнутыми вот и пипятка еще смог даже дерево апнуть словом но оно вообще не решает на седьмой волне лорды херово себя показывали все время лтд на седьмой волне вообще они никакие ну как-то я не знаю мне кажется они сами виноваты что сейчас такая ситуация сложилась ну естественно на фига было слайд на шестой да такой пик в принципе у них пик вообще в лейт уходить и не париться у них у них именно мид гейм пик очень хороший я уже как бы до того как ты подключился говорил что если они выберут страту просто аппетит кинга и потом дохера вливать на семнадцатый то файлы не обрадуются как бы если не да что то ну тут блин тут два хилла уходит и на пятнадцатом их смоют по моему ну самое главное чтобы не гг а чтобы я не зря присоединился что то посмотреть хочешь ну я вторую игру еще наверное буду комментировать все таки да мало еще время может даже подожди они вообще один хилл только отдали да ну да 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 что то я переборщил 7 атаки все таки быстро сбриваются тиров ну даже странно они так успели что то апнуть но у тебя начало игры вообще пропустил 7 2 7 1 ну да кстати неплохо они апнули учитывая что слали пропуск был там 13 юнитов но это хотя бы что то но все равно обынтурное такое занятие слабая волна мне кажется можно было просто про апаться и закинуть там десятый уже начинать да это оптимально я тоже так думаю у тебя были арчаты изи палятся на первый левел да вообще изи а там много где палятся да эти аппы твой да и танк на 8 ни хера себе но танк кстати на 10 неплох под арчами что они мелочь сбреют а он будет тачковать и похер а эти 8 закидывают не боятся по сути ломбердикий ну правильно им бояться вообще нечего пацанов это ну файлсы красавцы они тут разорвут мне кажется они знают что они делают знают то знают но иногда рерол может порешать правда пока у них пик такой а ну блин почти все юниты бесполезны почему у них танк ну сейчас то они полезны а ну танк ну танк один юнит к полезу нет так он реролить даже не будет он на штопы танк к 17 и все easy то есть защита от 17 есть могут они идти в размин спокойно но по моему лучше заслать на 15 лордов и мутантов а потом уже думать что то так тут опять разъебывают все кстати почему бы файл сам пробить файл не заслать на 15 тоже вариант тоже вариант я не спорю 7 так пацаны то ламбер точат кинга не хотят тут 27 штук ну там же волна ну 4 хп а ну с двух ударов да я уже забыл как в 2 на 2 надо кинга быть я тут последнее время что то 1 на 1 все играю ну бабло красавчик говорят найп топ 1 1 на 1 стал да чё да не в лиге найп топ 1 дабдилер стал а второе место лион если помнишь таких лига 1 на 1 ну да вот последняя которая была дабдилер топ 1 стал да ну там ну там без круговой системы поэтому это ну турнир больше а не лига а сетка там какая кого он прошел у него короче был фрисло начали и и и потом еще три фрислота да нет там у него типа из самых потных соперников был гвен плен и против гвена там просто пики были хорошие а у гвена полная вата в реролах и он там ничего не смог сделать вот странно ну гвен вообще царь лтд мне кажется он так просчитывать всю стратегию насколько я знаю так многие делают по сути выстраивают стратегию из пика сразу же нет ну он он прям теорию очень подгоняет под стратегию он очень много там играет по моему играл даже один и смотрел там как лучше расположить юнитов и так далее разные варианты ну это да да это он интересно придумал варианты постройки новенькие для игры один на один потому что большинство типа вроде нас такие чисто практика знаешь чисто фан поиграть а вот он по теоретической части много чего пробовал ну гвен вообще считают лтд один на один самым балансным в принципе я согласен потому что в два на два пик больше решат чем в один на один в один на один это больше шахматы напоминают а два на два это больше фан Adobe нууууу не знаю честно 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 вам уже не знаю Ухф засыл на девятый, ну в смысле нарки им заслали, опять нарк и засыл, но нарки пока оправдывают свое наименование Не, ну они типа по теории правильно делают, но как бы засыл, он работает только в один на один на девять, но не два на два Да-да, так может дабдилер просто взял топ-1 и в себя поверил, подумал, что он открыл такую стратегию Он неплохо играет на самом деле, но иногда делает очень глупые ошибки Я например вот с ним играл, я первые четыре партии просто в сухую взял И был, была только одна какая-то щекотливая ситуация в размене, где я там пережил его, грубо говоря, на 600 хп кингом Вот, а так я типа все, везде 2-0, 2-0, 2-0 И только потом уже он начал как-то подстраивать игру под меня и начал брать катки Так это какое место занял? В лиге я призовое не занял, мне там вообще что-то не пошло у меня, короче А лагал играл? Что-то я не помню По-моему, нет, кстати, не играл Он играл предыдущую, по-моему, игру, но нету Да, Андрей сейчас только фанится в основном, 2 на 2, 1 на 1 ему неинтересно, как он писал Так, тут засыл большой, кстати Да-да, как ни странно, засыл пришел в другую сторону, не туда, куда важно, да? Не, ну ты посмотри просто на инкомы у хп, им дальше просто кинуть на какой-то левел, типа там 12-го, у них будет по 200 инкомы и пиздец, как их дальше убивать, вообще непонятно Не, ну как ты говоришь, 2 на 2 может пик на самом деле решить, если они такого ничего не словят на реролах, то они вполне могут проиграть Не, так вот я об этом и веду, что в 1 на 1 ты можешь просто тупо за счет стратегии там и просто подловить игрока намного проще, чем в 2 на 2 2 на 2 там, блять, ну вот, типа, у одних арчи, они себе инком сделали, у этих, вроде, мидгейм пик заебись, они не реролят Вот, и что в итоге? Хила нет Кинг голый Ну, средний атом Непонятно вообще, что будет По сути, пики-то равные Вот, но за счет инкома тут хф, конечно, думаю Должны тащить со своими танками Я имею ввиду пики, которые супер имбовые Типа вот, не будь, например, у дабдилера с пипеткой ни мутантов, там, не знаю Ну вот, просто убери мутантов и тупо пускай будут лошды Без дефа семнадцатой Вот, они там, при роли, а ты им выпадают, там, всякие И сажи, там Ну, дефы, короче, ключевых волн И все А во-вторых, там, допустим, тупо со старта деревяхи Им похуй Ты просто ничего не сделаешь А в 1 на 1 ты можешь Это уже проверено Ну да Вот Кто-то уже там писал проценты Не помню, тролль Что, типа, в 1 на 1 пик решает В 25% в случае В 2 на 2, там, 50% В 3 на 3, там, вообще В 80 написал Ну, в 3 на 3, хз, там Сложная игра Там, целистов очень много На самом деле Нежели От мида Так, тут 3 хз, есть слоу, есть конь апнутый Ну и чё, сейчас хф должны такие посмотреть и сказать Эх вы, скотины, затерпели начало Есть у вас, типа, деф Ну, блин, без, без скила уже не знаю Нет тут дефа Я думаю, есть деф, на самом деле И 15-й И 17-й Вот 18-й волны Чё-то я хз На самом деле, если у них Отвод хороший будет Да, 18-й за счёт отвода Да, если вот сейчас пипятка себе бахнет Ну, вот, по нему инком А он, кстати, чё, 7-8 делает Ну, вот, отлично И 7-9 У них ещё инкомы выше, чем у хф А, нет, там тоже 7-9 Вот Им сейчас застать Грамотный отвод сделать хороший Вот, и будет у них Деф, по сути, всех волн 20-й, хорошо Мутанты нормально дефают Я думаю, рерольят к тому моменту Больше вопрос, кто будет делать отвод сейчас Потому что слоу у пипятки, а лорды у хиллера Угу Я думаю, всё-таки отвод лучше делать из лордов А пипятки просто в третий рубеж поставить ему там дерево Или даже два дерева Файлы сыграли через пять арчей Интересно Те же дабдилеры играют через четыре арчи Всегда Обычно Чё ты говорил? Мы с дробом, кстати, тоже через пять играли Лучше дефается там седьмой Так понятно Я вообще раньше видел, что там через штук семь-шесть играют Ну, в принципе, нормально В 50-й неплохо там всех басов заливают Ну, это потом такой бесполезный value вот сейчас начинается Да-да-да Это правильно Я не знаю, что по value всё равно по сути Вся путь кинга насколько или чё Они матриксы копятся Ну да, вот пацаны правильно делают, но я бы, наверное, заслал на их месте Тут надо понимать, что в них купить на 15-й Был бы какой-нибудь верт там, не знаю, капитан ещё Угу Да-да, я и говорю, может им стоило в лучшую кинуть Ему лучше с того кинуть, конечно А потом уже апать это выгоднее было бы Ну, конечно, это руки развязывают файлом Они бы там сразу Типа там 7-11 там оба типа того сделали бы И не парились Не знаю, мне кажется, если ты потерял два хила Ну тут одного только нет До арены, то Двух хилов же нет А они на 10-м ещё отдали, что ли? Да, да Ну я провтыкал Поэтому тут единственный выход у них Это реально поднимать как-то инком И терпеть там до 30-го, не знаю, 28-го хотим Они неправильно, да Они сделали что-то Хотя, знаешь, с другой стороны, если бы они слали И типа хф ещё и пропустили бы Там, по-моему, хф это на руку Время идёт, лес копится Они бы зломберили сразу А так пропусков нет Хотя бы Или слать тогда Юнитов просто, которые, знаешь Типа Да, да просто поднимать инком В принципе, у них же пик такой Что можно было пережить При хорошем вэлью И 15-й, и 17-й И можно было репики сделать, ауры поймать Да, да, да Ну, чисто не зря они подняли в инком Чисто Поэтому мы смотрим Закат Закат Карьеры Ну, карьеры именно вряд ли В этой партии, в этой катке, наверное, да А у хф, блин, ещё слоу Вообще имбовики Что не игра, вечно пик есть Против всего Ну, да не всегда Вот только что они играли Там На медведях Против Найпа И выиграли, кстати А чё у Найпа было? А у Найпа было Блин, чё у них там было Бегемоты эти Хищами А, гидры Гидры, да Тайби А чё, а кто у них в партии выиграл? Файлсы Файлсы Да А бабки какие-то там в игре Опа, дровки пишут Дровки пишут Гоу, играть Тоже хочешь 2 на 2 На бабки Я не знаю У меня чё-то вот было Время Пока Там эти кроссы там Внедрили Чё-то мы там Потестили Снова Тоже поиграли Сейчас чё-то всё Весь интерес пропал К 2 К 2 Да вообще, когда много ЛТД Наверное, надоедает быстро Вот я сейчас Не играл пару месяцев Мне, знаешь, как-то интересно Да Встав Не знаю Мне 1 на 1 всегда интересно Почему-то Некоторым скучно Мне не было Ну, если чё, соперники интересны Это Да В последнее время не знаю Как-то тяжело вообще найти кого-то Никто не играет Сидя только срутся Постоянно на канале Вечером 1 на 1 Ты имеешь ввиду Или чё? Да, да, да Да не знаю А, тебе же в конфи нет, да? В конфи? Да Не, я не сижу Ты чё? Ну вот Да, ну пиздуй ты в конфи Там тоже грязь полная Я знаю Так, ну да Ну там, чё Ставишь просто эту фигню Alerts off Отключаешь То, что у тебя не в это самое Сообщения Это вылезать не вылезут Я тоже там всё пролистываю Ничего не читаю Практически Не, а я такой человек Мне, знаешь Нужно, чтобы Всё было Комплексно Если там что-то написали 300 сообщений То я вот Прихожу вечером Значит, я должен Прочитать обязательно И Не хочу упустить Никакой важной детали Поэтому я и удалился Из этой конку давно Нафиг Потому что Это невозможно было Перечитывать А перечитываешь Ну И всегда Думаешь Ну там Сто пудово Что-то офигенное Написали Вот в этот раз Точно Секрет там Открыли Перечитываешь Весь срач И думаешь Бля, нахуй я это читал Вообще Вообще Непонятно Да Ни разу Я такого Никакого секрета Не увидел Но Всегда надеялся Что он будет Да и какие там Секреты Кто затролит Кого-то Ну не знаю Хотя бы на что-то Какой-то момент Или все Тролль пидор Или еще что-то Так Тут Пауза Походу Средней Продолжительности Оттягивается Засыл Был у меня На лиге Случай Что я с Гвеном По-моему Играл Или с кем-то И короче Была 14 Волна И я засылал На 15 Вот И Ко мне Короче Девка Пришла Я такой Погодите Поставил паузу И короче Ушел Ну я сказал Что Не знаю Насколько Ну типа Минут 30 точно Вот В итоге Прихожу Через Наверное Час Засылаю И выиграю В итоге Ждали Чтобы Там Две минуты Грубо говоря Поиграть Еще Слушай Ну ты подкаблук Лучник Как это Ты так Неправильно Ты расставил Приоритет Он был Сразу Доиграть Ну надо Было Плак Все знают Кто самый Главный Каблук Александр Ну да Раньше Так Постоянно Его Подкалывали Каблук Каблук Но уже Женился Вроде Каблук В 9 вечера Всегда По расписанию Ну да Давненько Уже Сейчас Редко Очень Играют В принципе Он даже Лиги Готов Играть Если Будет Хорошее Ну Хорошее Правило И На спорные Ситуации Четко Будет Все Расписано То Он Готов Да По спорным Ситуациям Должно Было Быть Мне Кажется Вот Как Была Когда Лорд Делал Лигу Была Типа Комф Уважаемых Людей Арбитраж Такой Там Было Было Пять Человек Разбирается Человек И Они Принимают Решение Мне Кажется Это Самое Правильное Ну Вообще Да Возможно Ну Знаешь Спорных Ситуаций Не так Много На самом Деле В последней Лиге Которую Я Делал Там 2 на 2 Там Еще Экспресс Был Он отвечал За бабло Которое В итоге Не Раздал Вот Там Почему В смысле Вообще Не Выплатили Никому Призовы Не 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 Всем Он там Вначале Типа Выплатил Первым Местам Знаешь Которые Первые Отлетали Как бы Снизу Таблицы Вот Он Выплачивал Вот А потом Он Видимо Работать Начал Вот И Первому Короче Найпу Вот Братьям ХФ И Санне Ксандеру Там Чё-то Типа Ксарь Типа Типа Вот Ну Первые Там Места В общем Он Где Траська Не Выплатил Ну Как бы Не Зажал Бабки Себе Ну Я Не Знаю Просто Человек Игнорит И Ему Везде Пишешь Он Просто Игнорит Как бы Читает Но Игнорит Вот Я Не Знаю Получается Что Кинул А Почему Ему Бабки Высылали Чё Не Тебе Ну У нас Типа Ты чё Мы же Там Вообще Проект Мутили Вместе Там Хотели Сделать Сайт Чтобы Там Можно Было Это Как Это Сказать Типа Баттлы Делать Один На Один Ставки Там Всякие И так Далее Делали Делали Вот Видимо Было У него А потом Всё Нет Времени И Забил Да Как-то Он Неправильно Резко Короче Исчез Ну Как бы Не исчез Просто Игнорит И вообще Фиг знает Что делать Ну Как бы Из-за Шестника Конечно Тут Поныли Поныли Ну Вроде Изобили Ну Это Зря Мне кажется Это Была бы Тема Чего Сайт Да Ну Вообще Всё Это Один На Один Два На Два Перевести На Бабки Мне Кажется Тебе Нужно Быть Гарантом Надо Вообще Такой Человек Который Принимает Бабки Я Уж Давно Пожалел Что Не Сам Занимался Вот Этими Переводами И так Далее Просто Мне Тупо Было Впадло Этим Заниматься Не Люблю Вебмани Особенно Работать Я Типа В покер Катал Просто По Визе И Всё Ну Как Всё Изи На Карту Вводишь И Всё А Тогда Я тут У всех Там Знаешь Беларус Самой Блядь Мне Там Аналоги Платил Нет Ну Типа У одних Там Одному Киви Удобно Второму Сберкарта Второму Там Вебмани То есть Я не хотел Короче По этому Поводу Париться Поэтому На Волк Всё Перевел А Тем Более Он На тот Момент Делал Сдел Специально Эти Все Кошельки На Всех Платформах Специально Для проекта Сайта То Что Вот Там Будет Все Лежать И Туда Всё Переводил А В итоге Такая Херня Не Ну Таким Должен Заниматься Обязательно Человек Который Трепутация И Больше Мне Кажется Тебе Взять Кассу Или Типа Подгару Ну Если Им Интересно Будет Подгар Редко Видишь Играет Он Может Конечно Но Он Редко Очень Появляется И Он Как Скажем Спит В то Время Как Другие Играют Ну Это Да Я Знаю Часов Так Что Тут Катка Стартовала Ждем Решающий Момент У ХФ Уже По Трикам Вроде Да Пятнадцатый По Трик Косаря Да Ну Блин Возможно Пятнадцатый Был Да А Знаешь Че Эти Наркоманы Они Тож Кинут А им Просто Девак Тут Не Будь Уверен В Дэфе Пятнадцатого Мне Вообще Никак Они Должны Тоже Засылать Хотя Бу Вразмен А Там Кинг Та Смотри Шесть Атак И Может Проканать Кстати Да Не Нет Еще А Че Нет Четыre Танка Ну Вот Слово Единственное Может Порешать И Смотри Хэф Как Строят Они Как Водин На Один Строят Типа Подальше Устраивают Вдоль Стенки Еще И Решеткой Четыре Хотят У стеночки Дай У них Отвода Еще Нет Тихо Вот Против Хэф Это Нормально За Ее Тоже На 15 Смотри Хэф Вообще Че Не Спешат Слайн Угу Неужели На 17 Будет Но Есть Шанс Что Реально Они Могли На 17 Подум А Нет Поехали Да Должны Это Слишком Да Они Просто На Расслабоне Играют Я Понял Они Анти Гуля Они Продают Я Посмотрю Это Тупо Очень Не Слать Так Долго Ну Конечно У них Хэнком Большие Но Все Равно У них же Есть Дэв Чув Ну То есть 17 Волны И 18 По сути Смитами И Можел На 15 Заслать И Дальше Ничего Ничего Не Страшно И И Вдали У них Эмба Ударом А Нарки Если Кинут То Минимальный Пакован Типа Демок Крякин Поверлок Может Все Ну Нарки Сейчас Проиграет Я Готов Ставить Просто Так У Дилера 800 Голды Есть Апнутый Лорд В Отводе И Все Это Вообще Дерьмово Есть Тролль Добавил Пипет Ну Пипет Вот Нахера Вемпиризм Скажи Вот Кому Собакам Или Деревяшкам Слово Ну Видимо Отчет Еще Построю Вот Блять Вот Вот Поставил Че Небудь Из Дерьма Отвод Короче Скажем Так Ну Нормальный Для 15 Волны Нормальный Отвод Четыре Мутанта Кстати Если Первую пачку Сбреют То Норм Ну Так Интернал Пошел Да Не Это Греген Ну Да Засыл Сильный Очень Чет Тупить Все Голем Вышел Хочет По башке Получить Так Отвод Второй Рубеж Только Еще Блин У них Нет ДПС Вот Они Так Видно Этих Кентавров Убивают Была Будь Гидра Какая Там Еще Сверху Пришли Блять Не дают Им Просто Вот Чуть Не Хватило Чтобы Убить Демона Ну Да Отвода Может Быть Как Раз Не Хватило Того Что Он На 130 Построил Мапирин Да Да Могло Выхватить Тут Сложно Все Понять В Любом Случа Отвода Не Хватило И ДПС Слабый В Виде Дутантов На 15 Волне Недостаточно Много Юнитов Просто Наливают Пацаны Это Гэшка Да Печальная Игра Ну Да Выбрали Непонятную Стратегию В итоге Закинули Два Хила Зря Опять Вот Ощущение Как будто Был Конфи Посидел Прочитал 300 Сообщений Да Секрета Никакого Не было В этой Игре Ничего Такого Особенно Да Ладно Зато Скучная Игра На самом деле Ну С торчами Мне кажется Опался Таким Стандарт Видишь Порно Пишет Хоть Один На Один Да Но Стремно С ним Игра Создали Я захожу Костя Тебе нужно Гарантом Становиться В играх Один На Один Тут Всегда Много Нонейма Какие Хотят Играть И даже Между Своими Там Очень Много Всяких Китков И так Далее И Если бы Был Человек Гарант Было бы Намного Проще Это Все Дело Ну Да Сейчас В принципе Готов Потому Что Я Уже Ну Как Бы Играю Много Уже Сделал Себе Вм У меня Был Просто Я Не Любил Юзать Вот Рейк Будешь Свой Брать Такой Рейк Да Человек На Сам Деле Тут Мало Кто Играет На Деньги Ну Потому Что Нет Систем Отлаженной Реально Ты же Видишь Что Свои Наебывают Своих И даже Я Поучаствовал В Системе Да И Блин Мне кажется Если бы Было 100% Гарантия Выплаты То Многие Больше Человек Играло Значительно В два раза В этом мире Нет 100% Гарантии Вообще Ни в чем Блин Я тебя пытаюсь Как гаранта Сейчас Разрекламировать А ты Такое Говоришь Нет Мне кажется Реально Ты Можешь Там Брать Блин По Касарю Играет По Касарю 50 Скинули Не знаю Ну я понял В чем Да 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 Все Ты Вернул Победителю Два Касарю На самом Деле Тут Те Кто Играют Между Собой Это Тролль В основном Найп 2х2 Катают 1х1 Играют На самом Деле Те Кто Играют Обычно Отдают Человек Человек Не знаю 12-15 Наберется Да Но чтобы Увеличить Как раз таки И нужна Система Опять таки Бывает Отдают Бывает Ебам Эти бабки Ждут Друга Друга Месяцами Ну Вообще Да А потом Типа Я Отыграл Там Я Опять Проиграл Это Все Хуйня Если Человек Будет Знать Что Он Сыграл Три Катки И Тут Жем На Счет Вернулось Либо Вернулось 2к Либо Он Сво 1к Проебал Уже Потому Что Заранее Отослал Намного Простит Процесс Да Кстати Смотри Как Карм Судьба Распределилась Да 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 Я уже смотрю Мне Нравится Ну И Посмотрим Но Все Равно У Файлс Полная Хуйня Пока Что Полная Хуйня Но Я В этой Катке Поставил Опять На Файлс Потому Что Они Знают Что Делают А Нарки Они Конечно Умеют Но У У Нарки Да Иногда Очень Непонятные Действия У Стратили Как В прошлой Игре По Сути Просто Ну Как Один Они Даже Один Хил Могли Не Отдать Просто Кингапа И Зачем Засыл На Шесть Это Там Два Орка Две Урсы Хермит Кодой То Куча Леса Да Декс Губило Два Засыла Во-первых На Шесть А во-вторых На Девять Блин Тоже Ни Чем И Файлсы Сразу Посмелели И Файлсы Наверное Понесла Лендесят Если Не Ванде Топ Пацан Ни Хера Ни Деф Кроме Первых Волн Не Ну Кстати Он Восьмую Волну Апнутый Ваншотит Через Раз Ну Думал Что Файлсы Не Достроили Об этом Думали Они Больно Дорогие И Медленные По сути Ну Я В соло Там В пабе Тестил Вот Типа Два Вандига Апнутых Плюс Нага Нормально В общем И деф Ну Без Засыла Естественно Но Это Уже Что То Обычно Два Хэви Юнита Это Вообще Печаль Полная О Деревяшечки Деревяшечки Немножко Помогут Файлсом Перетерпеть Ну Соло Ну Блин У них Что Два Соло Им Надо Решить Уже Кто Будет Смотри Осталось А Дерево Да Дерево Матрикс Значит Он Будет Вот Делать Так Тут Даже Не только Слово Они Мне кажется Деревяшки Больше Помогут На Восьмом Продеф Потому Что С Таким Пиком Сложно Будет У них Вообще Довольно Забавный Сетап Типа То Что У ХФ Один Рубик И У Нарков Один Рубик Типа Типа Заметил В последнее Время Что Против Арчей На Второй Кидаешь Тупо Урсу Там Вот Ты Знаешь Арчей И Вот Изи Пробиваются Штук 20-30 Даже Иногда Все Там Любят Орков Кидать На Третий Ну Вот На Втором Тоже Противаться Хорошо Никогда Не Думал Чего Два На Два Орков Кидать Лучше На Третий Или На Четвертый Да На Третий Лучше Наверное На Четвертым Всегда Лучше Дэфу Торчи Потому Рынжовый Видит Вот А На Тему Один На Один То Что Вроде Что Большой Род Привлечь Так Это Типа Кто Будет Играть С Людьми Типа Меня Троля Гвин Плена Вот Кто Гвин Канал Есть Я Тоже Канал Сделал Все Смотрят Игру И Думаешь Кто Будет Рисковать Да Почему Нет Кому То Похреб По Фан Поиграть Просто На Пик Надеется Не знаю На Шару Да И Вообще Фейков Фейков Создают Сто Процента Да Но Как Если Будет Система Которая Ты говоришь Там Без Разницы Фейк Ты Или Нет Там Просто Имя Не Будут Знать А Деньги Заранее Должны Будут Выслать Иначе Игры Тупо Не Будет Ну Да Да Ну Вот Так Будут С Фейк Будешь Играть С Тролем Ты Будешь С Какой Хач 2012 И Встречайся Хач Лимон И Давай Играть На Бабки Никто Из них Не Знает Что Это Кто Есть Другой Оппонент Да 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 На самом деле Много Такой Тем Для Фантазии Что Может Быть В Таком Случай Если Нет Не Играл На Фейках Очень Прямо Довно Уже Потерял Интерес Уже Не Не Фанит Меня Это Что Типа Там Люди Не Знают Кто Это Интрига Типа На Турнирах Да Вообще Покер Уже Стало Честно Ну Да Файлы Они Стах Но Поздно И А У них Отвода Нет Или Че Не Понял У них Все Вместе Пришли Их Сейчас Просто Ну Как-то Понятно Да Они Хил Так Точно Да Не Должны Это Что Он Вандига Жесткий Посмотри Как Да Да Че То Я Не Увидел Ну Неплохо Все Таки Ванш От Вениты Порешали Может Быть Вот Он Секрет Надо Деф Третий Без Отхода Реально Четко Раскидали Не Тут Юниты На самом Деле Такие Еще У них Пик Ваще Скажем Так Ватный Пирса Нет У них Только есть Слоу И Милишники Все Ну Пятый Придет И Жопа Они Немного Поднимают Четвертый Скидывают Гурщик Мне кажется Они сейчас Закинут И Запад Вообще Не будут На шестой На седьмой На восьмой Кидать Не будут Ну Тем более На шестой На девятой Ну Вот Кони Они По-моему Не убивают Стир Дутычка Я не помню И А в Индиго Кстати Вот Тоже Не помню А у них Еще Морфы Ну Это Как бы Терпеть Семь И на восемь Если только Так Ну Блин В арчей Слать Тоже Такое Хотя Нарки Через Четыре Арчи Обычно Катают В них Всегда Профит Слать На восемь Если Арчи Четыре арчи Вообще Никак Не Думаю Сейчас Файл Созапается Вообще Наверное Это Правильно Было Я помню Мы с ХЗ Играли Раньше Тоже Если Пики Дерьмо Просто Вначале Таки А давай Кинга Апать Короче Вскрытную А давай Поапаем Кинга И потом Таки А давай На восемь Кидайте Давай В итоге Там еще Хил Какой Нить Выбьем А сами С Кингом Аплотом Сидим И более Менее ДФ Странная Стратегия На самом Деле Она Иногда Помогает Как-то Безопасить Себя От Потери Хила Ну А ХФ Даш Четвертый Деф А и Маура Пришли Точно Опять Корм Опять Время Пацаны Должны Бужу Себе Пилить Себе Три 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 Я думаю Может все Делеры Сделать Просто Изи Три Да Четвертый А чё ты Волтод Вернулся После Того Как тебе Дров Про Кросс Рассказал Нет 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 А я Приболел Знаешь Был на больничном Появилось Время Свободное Дома Скучно Решил Тема Нас Тихо Ещё Засылают На пятый Они чё Вообще Не На вас Что-то Они не Прочитали Что-ли А смотри Они По двойке Сделали Им бы Вот сейчас Урсика Я думаю Их бы Пробило А И там Ещё Лигашка Водходит Стоит Нифига Неплохо Они играют Но Рисково На самом деле Не знаю Мне кажется Лигашка На пятый Заслать В такой Ситуации Орчам Чем на шестой Поэтому Заслали Сейчас Апнуться И нормально Будет Урсу Ворчей Кидать Вообще Без Лучше Ушорка Кинуть Ну дальше Вдруг Зайдёт Орк Там Хермита Они ещё Две Урса Кидали Ну сейчас Посмотрите Тачи Там У них По дереву Не хватало На Орков Нормальный Но Они Пкинули За чисто Поверху И всё Ну они С инкомом Вроде как Кидали Ну вот Они еле-еле Сами Дефают Тяжело Зато Восьмой Неплох С морфами Ну так Ссорные Уже Запали Атаку Начали Всё Всё Правильно Делают Семь Два Сделали Пика Нет Ламбер Есть Тачи Кинга Там Горелка Ещё Какая Это Вообще Без боли А у меня А у меня показалось Что у горелка У кого-то Только я не знаю У кого Я на верхнем А ты на нижнем У маму У нарков Горелка Вот А ты видишь У файлов Ну тогда Я Как обычно Невниматель Грифон Диггер Через пятер Через Решил В этот раз Сыграть Не через Четыре Ну да Это Ну там Да Нечего Строить Просто Ну у них На рубике Обычно Знаешь Типа Арчи Там Выпали Потом Какие-нибудь Гризли Там Или Алхимики Вот тогда Да Через Четыре Катают А тут Конь Вот этот За 200 Он Такой Себе Не очень Профитный Парень Решил Ну а мне кажется По сравнению С Арчой То Лучше Арчи Уставить Ну да Да Вот и решили Наверное Что лучше Грифона Поставить Медиум И Магик Атак Ну бля Как же Сейчас будет Больно То Пять Орков Хер Нет Ну Файлсам Главное Не проебать Сейчас И все Будет Хорошо Да Да У них Сематаки Есть Сейчас ХП Должны Апать Ну как-то Мало Мне кажется Пропуск будет Блядь Ахуистический Просто Да Мне тоже Кажется Пропуск Вообще Будет Просто Нереальный Блядь Смотрю Просто На этот На этот МИ ты Понимаю Вот смотри Магнус Конь Апнутый И все Ну как бы Тут еще Есть Дпс А только И строль И все Слов нет В МИДе Есть В отводе Слов Но по-моему Лучше бы Слов было В МИДе Чем В отводе Ладно Может сейчас Как-то Витя Чудесным Образом Стагнут Ворков И Сразу Разрулить Ворков А у Пипетки Слов Есть Еще Нормально Михаил Ворки Затерлись Вообще Там Пока Что О Стаг Водал Так Я что-то Записи Я не прерывал Две катки Сразу Будет Я даже Третью Наверное Успеваю Еще Будет Сразу Пособие Как Как Не надо Играть Против Арчей Как Надо Играть Против Арчей По сути Да Тут Еще Пик Так Что Тут Вообще Трудно Сопротивляться Выбрали Еще Страту Типа Через Ранние Двойки И Кингап И На Пятый Пить Не понятно Зачем Кидать Реально Не Прочитались 30 штук Шить Семь Точно на крополях одни мы делались интересно десятка скидки в прошлой игре сделали нарки что они региона этот все уже 7 5 запилил я просто сейчас смотришь на пик я просто не вижу типа они вообще никакую волну не дефают этим пиком пятнадцатый хз непонятно семнадцатый тоже непонятно они т6 юниты не показывали может танки у них острый в индиго красава моя школа да без осылок конечно сейчас а эти короче шесть видно тоже нечего строить хотя полтос еще в запасе сейчас будет обратно теперь тут будет на 15 копить потому что у них есть гриф вот ну вот блин был бы вот короче если бы файлы кросс играли они бы нормально сопротивлялись им бы начало только деф а в мидгейме вообще их хер пробьешь у них там слов и милишники кросс вообще по моему второе дыхание против им бы ну нормально они так справятся один хил тут вообще не беда да с хилом можно и 15 перед потом как-нибудь пережить ну да с хилом можно 15 и пережить но не таким пиком я думаю ну явно же будут три ролла вот какие да мне кажется они там жмотят т6 сейчас танчиков наверное жалко да может быть в рубике а ну у этого азура есть чё 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 они же с Дей играют хм дракожа ну вот и 15 теперь нужно 17 придумать ну блин азуры так себе 15 на самом деле как и грифон да не нормально с хилом хватит с хилом вроде да должно хватить вот засылают на 10 так анарки опытки нг научились хм 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 такой пингвин зловой у него прям вообще стоит наблюдает да 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 хм 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 блин тут мне кажется нормально не деф на 10 сейчас еще поставить одного грифона может или апнет хм 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 а то вот правда слабый хм хм Можно сказать, что его нет даже. Да сейчас без антигуля вообще все по пизде пойдет. Да. Да не, что вылету у одного. Там только мишка вот этого от травки стоит. Не убежит он далеко. Не составил. Я думаю, что китри пройдут. Ах, кстати, любят торков на десятый слайд. За 200. Они нормально так выбегают сразу. Антигуля с удар хлопают. Ну, если там слабое. И все. Смотри, я думаю, 3 пройдут. Ну, 3 или 2, короче. Ну, отвод вообще гнилой, посмотри. Да, да, да. Ну, мне кажется, 2. Смотри, смотри. Сейчас, сейчас фокус, блядь, разведется по полу. Понятно, смотри, вполне тут все. Нормально. Сейчас, вот вообще нормальный фокус. Угу. Грифоны, короче, все это время просто стоят сбоку и ДПСят. Угу. Человек один пройдет. Нормально. Хорошая аналитика. Все ошиблись. Хороший фокус. Да. Ну, тут сложно было гадать. Я бы сказал, повезло. Да. Эти пацаны, короче, пропускают без засыла двоих. Эх. Или там был засыл. Я бы не пропустил. Не, не было, не было. Вот они аппают хп. И вот против дирижа катаеву он так же любит делать. Типа дохера хп заапает, реген заапает. Чуть-чуть атаки и стоит там полчаса дуэлбит. Ну, вообще-то, преимущество дилера с травкой. Ну, конечно. Это мало ли кому непонятно. Будет. А что у тебя за канал такой-то? Там уже много видосов? 20 с лишним. Чего тебе? Что-то я бы распался. Да, я бы много записывал. Ну, я как бы по одной игре записываю. Не так, что знаешь, серия. Вот только сейчас серию записываю. То, что две игры. А, хотя нет. Еще было один раз. Тоже две игры записал. Два на два. Ну, я тоже в апсах сидел. Вот. А когда один на один, я это всегда записываю. по одной катке. Прерываю записи заново. Удобней. Файлы давайте, ёпта. Блядь, даже тут не сильнее. Что за хуйня? Что там, 7.10 что ли, да? 7.10. Это разрыв будет. Ну, на самом деле, он опсимист. Он думает, что арчи дефают. Да, да. Силовала. Да. Ну, так-то зря. Мы тоже как-то запи***ли. После такой аренки. Помню. 7.10 там, 7.9. ХЗ-шка такой сидит. Что, 7.10 идёте? Он такой, делай, конечно. В итоге. Ну, у нас гидры были после 10-го. Много их штопать. Недавно на 15-й приходит овер до хера. Ну, кое-как, ДФМ даже с гидрами такие, ооо. Еле пережили. И потом 7.10 в риле 17-й выиграли. Но всё равно вообще опасно было. Так, дилер, делаю 3-рол. Ну, и чё, ты находишь? Он находит неотанки. Изи. Ну, да. Ну, на самом деле, это хуйня. Сейчас момент истины. Ну, на что рероль над файлс. Ну, что, как бы, ну, они, на самом деле, сделали максимум. Глядя на их пик. Да, да, да. Потому что они отдали хил один всего до 10-го. Они сделали максимум из того, что могли. И сейчас, если им подфартить с пиком, то они, как бы, могут сражаться вполне. На равных. А ещё, знаешь, тупость у этих... У нарков сейчас в том, что у них милишников нету почти. У них только конь и мишка. Ну, слово. И, типа, если ты топаешь, придут глемы и раздолбят. Да, да, да. Куча бесполезного вылива сзади. Ну, и арчи. В виде арчи. Да. Ну, на 20-м арчи неплохие, чё? Мелочь режут. А чё файлы делают, я не палю. А, не аппулькинга. Решили, бля, суперсейв сыграть. Всю игру аппулькинга. Хм, бывает и такое. А, я тебе говорю... Я тебе говорю, просто не палят танки, да. Да, блин, в один на один тоже... Вот пик выпадет, там, знаешь, вот дерьмо какое-нибудь. У тебя там... Я помню, вот пик за 200. Мудмен, там, этот, сервант, гнол. И последний, этот, неотанк. Ты такой сидишь, такой, блядь. Пятый нечем дефать, восьмой нечем дефать, седьмой, там, тоже с мелочью полная жопа. И это... Ну, зато есть деф 17-го, да? Да, да, типа, есть деф 17-го, я танки не рероль, ну, типа, не, не дождёшься. Не знаю, я обычно так из-за аур проёбываюсь. Ну, или так, да. Ну, я тут, кстати, играл одну покатку, вообще ржачную, кстати, это последний видос. У меня там пик, короче, айстрол, некр, неотанк, монориген, полная вата, ставлю, короче, одного айстроля, некра, делаю рерол, там, короче, то же самое, только первые орки. И снова неотанк, и снова некр, по-моему. Я такой, в прямом эфире тоже, мать-перемать, типа, бог, за что мне это? Ну, в итоге, там, чё-то на орках, там, посидел, потерпел, в итоге, там, в третьем рероле фантомов нашёл, где-то на 13-й волне. Вот. Это с хилом. В итоге, кинг-20 атаки, хп 10к, и вот, ломают. Ну, как бы, не знаю, нужны ли они сейчас. Нужны, нужны. Ну, хотя, да, перед танками, так. Нормально будет. Взорвётся, накоится, танки-то будут добивать, чё. Они могут... У него меньше в элли, он тут особо не настроит их. Ну, как? Ну, на 13-м левеле поймался штуки, сколько? Ну, две построили. Две с половиной? Ну, две построили, да. А, ну, тут больше теник порешает, мне кажется. Ну, я бы вообще лучше теников настроил на его месте. Ну, не знаю, в лейт всё равно в деревьях и лучше. Они свой ДПС внесут хотя бы. А теники-то они там могут наступить очень. Ну, тут пока лейт это далеко. Тут надо переживать. Ну, очевидно, что хп перетерпят. Посидят вот 7-8, 7-7. Должны они тэфать. И они копят, кстати, и не в размин пойду. Ну, может, даже и правильно. Ну, да. Они-то тоже танков не видели, блядь. Тут будут ярчи. Не, кстати, правильно. Потому что... Типа... Просто милишников нету, пацану. Мне кажется, нормально зайдёт. А, я эти всё смотрел, это не танки строят. Это как... А, ещё отвод поменяли. А, вот-вот. А, ну, хотя нет, я передумал. Там пиздец неравномерно внизу орчит. Так, ёбички стоят сверху танки, и у меня там будет разъёк. Если бы получилось равномерно настроить, то да. Не, а ты понимаешь, что, типа, если дефать без отвода, это такая, знаешь, непонятная ситуация. Потому что ты инком не убьёшь. А инком может скингас ломать. Изи. Да у них два хила. Не, не, вот, ну, с двумя хилами можно. Вот с одним хилом мне нельзя. Не, так файл с... Файл с отводом стопудов. Да, 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 да. За шестнадцатым на фарме, чё? И инком, и ещё закину, три деревяхи будут. Дилеры и ролл делают. Да не, деревяхи, мне кажется, не надо было делать. Реально здесь надо было строить тинников, помочь отвод построить, видите. А, кстати, да. А, нет, так у них есть слово. В чём какая разница? Чё там помогать-то? Ну, помогать то, что там нихуя сейчас практически не стоит. Так это... Нео должен тогда чё-то строить. А может они строили деревьях, потому что они боялись больше, что пятнадцатый скоро? Ты типа на пятнадцатом поможешь? Может быть, да. Так, тут... Лорды их пока не апаются. У этих ещё фантомы. Кто фантомов-то танчить будет, скажите? Блядь, вообще пиздец, да. Они вот не подумали, мне кажется. А они сейчас вот... У них типа... В семнадцатом вроде пик есть, но чисто сейчас вот стройка не грамотная решит, по-моему. Они в произмене проиграют, я уверен. Ну, да, не, мне кажется, они там на два хила отдадут и не проиграют. Ну, или такой вариант. С горелкой два хила. Не, не отдаётся тут. Не умирает. Так, ну, блин, у нарков что-то по 3к уже. За сут-то вообще жуткие бозы. Ахф? У них идентичный кинг вообще абсолютно. Так, опять пауза. Походу, бухло кончилось у пацанов. Как-то, а не, бухло они есть. Всегда оно не размешает, как-то и не. Да. Так, чё там, валюта 5, 6, 6500. А тут так и валюта одинаковые. Не знаю, ставлю я на файлсов в этой игре. Так, я чё-то тоже уже хочу. Со встаном они как-нибудь переборят 17. Ну, хил может отдадут. А влэйзи потом наваляет пизделей. Знаешь, как катка-то будет интересна третья. Там будут соло-лайны. О, посмотрим на топ-1 пацана в деле. Ну, пипетка, я не знаю. Вот сколько видел, довольно слабая игра. Вот, это, по сути, вот то же самое, что у Matrix'а с Neo. То есть, они вот катают вместе 2 на 2, но вот раздельно. Neo слабее намного, чем Витя. Да, они практически не играют 1 на 1. Что 1 на 2. Не, ну не, почему играют? Ну, мало. Ну, мало, да. Надо Витя еще предложить, кстати, на бабло поиграть. Может, он согласится. Он не согласится, я уверен. Почему? Если дилер... Ну, он 1 на 1 не будет на бабло. Если дилер играет, то и Витя должен. Ну, у них нету таких прям чувства веры в своем скилле 1 на 1, чтобы играть на бабло. Даже не чувствов скилла, а эго такого нет. Не, 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 мне кажется, не будет конца на 17. Не, я хочу... Конец будет там, где-нибудь на 27, 28. Да, вероятнее всего, я хочу, чтобы на 17 ГГ было. Знаешь, кстати, вот этих нарков-то на 18-й сильнее раздолбят, чем на 17. Ну, да. Файлы могут, кстати, не кинуть. Не, не, они кинут на 17. Вообще должны, да. Там и инком нужны им. Особенно на него, чтобы еще деревях построить. Что там у меня есть наркомат? Наркомат забивает все пипетки. Это знаковая игра. Битва алкоголя против легких наркотиков. Тут каждый найдет свою сторону. Да. Тот выигрывает, пойдет покупать то, что ему нужно. А что они там на косаре играют? На косаре, наверное, ничего не кушат сейчас. Можно похавать нормально. Косаре-то сколько в долларах сейчас получается? Мало. Четырнадцать? Типа того. Десять там плюс. Может пятнадцать. Не знаю. Шестьдесят шесть сейчас. Ну, пятна. Ну, я без понятия. А ты не играешь, кстати? Во что? В карты. Хе. Я че, залил в спины? Ну, там что-то залил, да, но вообще забил, потому что перспектив не вижу. Ну, их и нету стопудов, пиздец уже покер. Ну, типа того. Тут еще, если может читал, про рейк на ПС. Да, 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 конечно, я видел, это вообще пиздец. Да, да, да. Там те, те, вот рейк задроты сейчас вообще, я не знаю, лапу сосать будут. Да, стопроцентно. Тупо идти в турниры и играть, и все. Только ради заносов каких-то, которые еще можно не занести пять лет. Да, ну покер вообще пиздец, как бы. Я даже не знаю такого решения в Торзо. Как бы, с одной стороны, ну, я вижу смысл, чего они хотят. Они хотят просто, ну, смотря, что они сделают вообще с этой суммой, которую они там зажали за счет рейк. Если они на привлечение новых игроков будут тратить на какие-то там акции казиношные, типа тех же спинов, там, не знаю, повышать джек-пот, и тогда, возможно, это сработает, привлекать новых игроков. Потому что они реально пытаются отжать урегов и на привлечение, наверное, потратить. Потому что фишей стало вообще мало. Сейчас будет уже НЛ-10, чтобы играть, нужно шарить. Там, их лд-менеджер обязательно, и реально шарить. Да сейчас, знаешь, вот много очень этих всяких покер-школ, которые обучают вот этой игре, типа, знаешь, как убить микролюмию, бла-бла-бла. Да, да. Да сейчас софта столько вспомогательного. Реально намного проще стало. Я не знаю, я вот последние уже года два, наверное, без ХМ-а катал турниры по Амахе. Ничего нормального. Ну, турниры проще катать, а если там кэш какой-то, если он где-то, не бойся. Нет, кэш вообще не мое. Ну, имеется в виду, по Амахе кэш я катал нормально, и без всяких статистик. Мало столов я играл чисто в свое удовольствие. А именно в турниры мне комфортно, в принципе, без статов играть. Нормальная речь. Ну, если ты там нерегулярных катаешь, тем более. Ладно, давай смотреть, что происходит. Ну, че, отвод два хадса у наркоманов, у братьев, че там, три дерева и говно. Да, 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 но интересно, что же что-то будет. Есть три деревяхи, так, че, три танка апнутых у братьев. Тут же танки, не апнутые, фандомы ауткастов на штополе. Поняли, что не хватает танкующих юнитов. Так, и че, че происходит-то? Как-то, блядь, деревяки с махали. Смотри, смотри, у наркоманов отвод уже лег, демон вышел. Да, там два хадса, да, он вышел очень быстро в порог. А, хф разбрили демона с первой пачки, и они дефают нормально. Они даже хил не отдадут. А эти пацаны сейчас отдавать. А, погоди, они демона убили тоже, да? Ага. Мне кажется, что два хила должны уходить. Да-да-да, я думаю, что два хила должны уходить. Вот, и тут дальше вопрос, будут ли они на 20-м выставляться? Или же кто-то будет копить дальше. Мне кажется, должны... Ну, файлы обычно на 20-м всегда кидают. У них, тем более, пик такой, танки там. Ну, то есть, вот есть че сказать. Смотри, бьет кракенов на эллионы. Ну, выделить, может, не могу. Бывает такое. Ну, да. Ну, не, наверное, один хил все-таки, да. А хф без хила нормально. Вернули, так сказать, преимущество. Ну, да, да. Ну, ладно, этот хил, я не думаю, не сильно здесь решал уже. Хф мог забажить черепах, кстати, лягкими. Нао может построить деревьях. В смысле, забажить черепаха или что-то? Да, 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 корнями. Так нельзя же. В смысле нельзя? Это же не лига. Не знаю. Можно? Мы с дровом против них играли. И в катке, где у нас одно дерьмо было, мы увидели шансы выиграть только на 20-м. И они взяли просто там деревьях на штопали. Ну, черепах, короче, в корне поймали. И изи-дефнули, все. В ноль. Ну, не знаю, не знаю. Давно это было? Да нет, не так давно. На пятихатку катали. Ну, я еще, еще не был канала тогда. Я еще не записывал тогда. Ну, не знаю, что. Типа, немножко манов из магии, только грифоны. И там, мелочи, конечно, им есть, кому сбривать. Танки вроде тычкуют, но что-то я слабо верю в их деф. Если он, конечно, будет слать. Я не думаю, что кто-то будет слать на 20. Честно, это не накопить особо нормального засыла. Ну, можно, если ты вот сейчас вот останешься прямо. Сколько там? Ну, блин, точно. Все. Ну, смысла, блин, это мало. Ну, мало, да. Это такая лотерея, блин, типа. Есть у них пик или нету, блин, на 20? Никто не знает. Ну, да. И, как бы, если засылает, если нету, то ты герой. А если есть, блин, то ты из-за этого сидел там, не поднимал. Ломбер. И проебываешь лей. Хуйня, мне кажется, надежнее нужно играть. Ну, блин, у ХФ сейчас вот пик такой, что... Не знал, что ты четвертый тень, только вот как-то можешь дефить. Типа, вот дряхи, танки, там. Да, ты деф на тени, сто процентов. Мне кажется, они вообще сейчас ни о чем, блин, не должны париться. Когда 28-го левела вообще, блин, похуй пинать. Ну, я не знаю, я вот, например, не вижу смысла деревяшек много строить. С файлом. Я вот, там, не знаю, одну какую-нибудь построил и все. Ну, там ауры. Там пару теников и давай, до свидания, рерол. А, у них лина еще есть. Почему нет? Почему, блин, они себе деревяхами гарантируют деф до 28-го всего как раз-таки. Ну, соперник увидит деревях и поймет, что типа нахера в деревяхе... Да, но соперник, блин, сам ляжет на 27-ом, изи. Ну да. А то и раньше. Да-да-да, кстати. Ну, я думаю, на 24-е тут нельзя кидать файл. Ну, то есть, файлы в наркоманов не должны кидать на 24-е. Не, они не будут. Они будут купить на 27-ом, там, 28-20-ом. Тут нельзя. Тут... А деревьях они оставят, как минимум, да. Ну, после арены, если он будет менять после арены. Да, я видел очень давно, они катали на деревьях. Ну, на рубиках именно. И у них деревья, короче, были. Я не знаю, там то ли реролы все кончились, то ли что. Они просто весь мид деревьяхами затыкали, апнутыми и все. Ну, почему нет? Заебись идея. План 2? Да, заебись идея. Реально, если ты видел, что соперник не дефнет 27-ой, то, блядь, охуенно иди. А соперник не дефнет? Там даже, я не знаю, 28-ой без отвола дефать. Мне кажется, там бы просто со взрывов бы все сбрило. Не. Там нереально. Блядь, не знают? Не, просто представь, вот сколько рядов, вот, блядь. Вот весь мид в деревьяхах был, я хз. Ну, там только сзади там что-то было. Я не знаю, ну, блядь, один на один они нихуя не могут дефнуть. Даже если с первого левела, я помню, играл, блядь, чисто деревьяхами, все равно проигрываешь на 28-ом. Вот чисто, блядь, все в деревьяхах у меня было. Ну, там же все залитое вроде. Ну, типа... Блядь, оно залитое, так там дамага дохуищего этих тележек, блядь. Просто дохуищего дамага, если их много проходит. Ну, да. Реально, там каждая секунда, блядь, минус сколько к пекингу. Ну, точно не скажу, но дохуя. Да, да, да. Эти баратурмов делают, ну, меридианов, то есть... Отвод не хотят усилять. Файлы прямо вообще... О, там еще эти минеры. У кого? О, файлы. В отводе вот появились. У них и бары еще. Так, блядь, ну, им вообще как-то уже похуй на эту игру, мне кажется. Да, да, да. Это изи будет катка. Это изи. Лейна, бары. Не, это не убить уже, по-моему. Ну, а, как бы, мораль какова, блядь? Если ты играешь против арчей, то терпи. Терпи начало, блядь, все будет. Да, было тогда всегда так. Выпадает дерьмо. Терпишь, терпишь. Против МБ. Потом нормально. О, дабдилера 3111 галды. Все, начал тратиться. Ну, знаешь, их бы на 24-е-то сломало бы, я думаю. Ну, если бы воротрумов штопать. Ну, хуфа меньше. Ну, хуй знает, как еще там с отводом, смотря, получится. Вообще, будут ли они его усилять? Да, я бы на месте хуфа не рисковал бы, не слал бы на 24-е. Ну, да. Реально, 27-е это верняк просто, блядь. Просто верняк. Ну, в данной ситуации, да. Я соглашусь, что 27-е. Вернее сломать. С учетом бесполезных всяких арчей, там. Ну, тем более, когда они сами надефают. Танков, там всяких. Да. Ну, арену нарки выиграли. Да, вот ебаные деревьяхи. Даже Лина не помогла. Да нет, тут бары частотащат уже. Бары вообще что-то один на один сильные. Я так посмотрел в лейте. Все, не обидно, вообще, игру отдал. Дилеру. Типа, короче, нашел пик. Против 28 там. Ну, я вообще на лейте. Кучу гидр на штопал. Было у меня 6 новотанков. Куча миньеров под аурой капитана. И силка еще была. Еще в каталорде. Единственная тупость была в том, что у меня не было воздуха. Вот, и у меня, как бы, немножко подтупливали юниты. Но не суть. У меня был передеф, косарь где-то с лишним. И на 31 вне я проиграл против пика. У дилера было 3 неотанка. Где-то штук 6. И тупо, там, у драконов, не знаю, может штук 8. Ну, как, знаешь, которые пяты. А че так? Так вот, типа, то, что у меня тупили юниты. Толпились типа друг за дружкой, там, бегали. Ну, типа того. Ну, все равно, даже то, что столько суммонов. У меня, не знаю, гидр 15 было. И 3 лорда. Столько суммонов, и это даже не помогло никак. Я минеров накурил, там, все сделал. Типа, там, передеф, по вейлю. Эдинг фиг проиграл. У него чисто такая, знаешь, убойная такая связка. Эти бары издалека начинают пулять. Там, замедляют. Драконы подлетают. Танки подъезжают. Так, сразу ду-ду-ду-ду-салт. Типа, нету там. Еще 2-го нету. Смотри, прикол, блин, они не смогли дефнуть 21-й. Да. А они сладь, наверное, будут. А, нет, там ушли юниты из вас. Не, ну, поняли. Ты не углядел. Пере-перед, вот, да, конечно. А мне кажется, они сладь будут. Они должны очковать, на самом деле, на 23-й. Ой, фу, на 24-й волне. И у них много будет. У дилера, вон, шестерка. В кармане. Да, как бы, хотят сладь, пускай шлют. Потому что они все равно прыгут. Ну, тут, блин, деревьях немного. 4. И отвод не сильнее. Ну, вот отвод бы, да, я бы поусилял на месте пацанов. Вот прям жестко сейчас усилял отвод. Куда он теников-то столько делает? Зачем они? Два тени нормальные. О, он сделал рерол, вот почему он так. Ну, сейчас бы ауру еще каких-нибудь. Че там, вертолета, капитана. Сейчас вертолетиком, б***ь, норм. Все выбирают между тинкером и гибридом. Гост, а че гост? Не понял. Аппаратов поставить, да, бортрулов, что-то, или че. А, ну, птицу хотя бы, бон, что-то. Матрикс может рерольнить сейчас тогда. У него шрубик. Пускай реролит, поставит че-нибудь другое. Там же рерол это, типа, а, хотя, а, ну да, все правильно. Типа, если у тебя раз, а ты реролишь, у тебя рерол это и дороже, чем в Рубике. В Рубике такие стоимости. Наверное, из-за этого. Есть. Рубик на SD это имба. Да, да, да. Так там, знаешь, там прикольно, типа, ты такой, реролишь, реролишь. Последний рерол. И у тебя там какая-нибудь раса. И, и Рубик. Ты такой, о, Рубика, блядёшь, короче, еще пять рерол. Бл***, сейчас, файлсов заебет, это хуйня. И они сами зашлют, наверное, на 24. Полюбочка, ну-то. Бл***, они зашлют, наверное, сколько там. Зашлют, бл***, уже 6-400 дерева у Матрикса. Да, кунарков еще больше. Ульга. Там еще больше. Они бы раньше копили. Начали. Да, нарком вообще дефать нечем. Угу. Че, барик разберется? А, два барика, конечно, разберутся. Да, вот сейчас эти вот долгие дефы спровоцируют файлсов на засуд. Да. Все штукают бар. Насколько я понимаю. Витя что-то перестал. Вот-вот пошел. Он заинтересовал только что. А, он Азуров, он Азуров, он вот встает. Ну, блин, Азуров дерьмо. Вот воль, по-моему. Ну, как бы это ходом. Ну, как бы Азуров в миде сейчас тоже хуйня, мне кажется, будет. Поэтому. Ну, это воздух хотя бы. А так, да. Им будрокошек сейчас, и все нормально. С нормал атакой. Ну, че. Нарки засылают. Инста. Файлы тоже. Решили не рисковать. Кинуть в размин. Ну, правильно. Изи победа будет для файлов сейчас. 15500. А, че-то... А у наркоманов EVL даже больше. Ну, там. Наркоманов отними арчей. Воды получится. Да и фантомов, в принципе, уже. Тот 4 фантома, блядь. Они опять переотвоз. Ну, идет. Ну, вроде, че-то стакать, блядь. Походу, не стакается уже. Потому что, вот, там кто-то возвращается, кто-то нет. Ну, че. Каковы ставки ваши, Андрей? Дефнут? Кафе? Да. Ну, нет, они не дефнут. Они пустят, блядь. Нормально пустят, но... Но лягут раньше дабдилер, точно. Мне кажется, хф норм дефнут, а... Дабдилер хуже дефнут. Хф пустит штук 20. Ну, про количество я вообще не буду говорить. Просто хз не представляю. Хф пустит штук 20, а дилер пустит штук. 40, и раньше. Сейчас будет интересная заруба. Тут уже два... Это самое... Два хадаса, короче, в одном рубеже стоят. Мне кажется, я эту воду мало. Он бы лучше хадасов мид построил. Ну, вот он это и делает. Лол. Иди вот-вот к ней не апнутого. Че-то... Дабдилер находит тоже хадасов. Так, а че тут-то? Как я понял, Матрикс все влил вот-вот. А... Нео. Че он сделал? Еще что интересно, файлсы практически мелочи не шлют. Да там, блин, такой засыл, знаешь, лагать было тебе без мелочей. Ну ладно, смотри. Вон Ментаки. Два демона у файлсов пошло в отвод. А, подожди, здесь же по два демона, да, я не посмотрел. Тогда, тогда... Ну все равно, пиздец. У файлсов все сагрались, вроде, лор. Вроде, реально. Да, вообще, идеально. А они сейчас, кстати, выбегут нормально, там скоростная деревяшка. А у этих... Там демоны... Да, у этих уже отвод закончился, у дилеров. Демон вышел, да их сейчас вообще сломали. Изи, карта для файлсов. Первый демон лег. Так, тут у меня вообще дикие лаги. У меня все в порядке, я смотрю, как дилера долбили три демона сразу, но уже два. Не, хф-то тоже проиграет. Но, походу, позже. И у них и меньше. Да нет, смотри, хф... У них меньше и дольше. Да, че, как и говорилось, хф и дефнули лучше. А у парней просто пика не было против двадцать четвертой. Так что... Да, но по юнитам я тут не угадал. Немножко. 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 Да, че-то двадцать четвертая вообще люто зашла. Знаешь, вот блин, просто нет драконов. Были бы драконы, хф бы в ноль дефнули. Ну да. Тут изи гг. Там уже окружили. Сейчас хил. Или, наверное, хилить. Нет, за хил. Смысла нет. Хилить. Хф даже хилить не будут. Они все равно выстоят дольше. Да. Они, кстати, с одним хилом бы, ну, д дефнули. В ноль волну. Да? Да. Круто. Так, сколько? Полтора часа. В принципе, третью катку тоже тянем. Хотя... Ты потом не зайбет на YouTube столько заливать? Может, ты... Ну, перестартани запись? Ну, можно. Хотя сейчас одиннадцать часов, не знаю. Сейчас лучше, да, перестартану. Что это за слово такое? Что это за слово? Продолжение следует...